Сенсорная дорожка для людей с ограниченными возможностями здоровья уверенно пережила зиму без потерь в покрытии. Теперь особенные ребята из клуба «Грани» и волонтеры облагораживают участок территории парка, подготавливая его к летнему сезону. Я подметаю сенсорные дорожки, чтобы было чисто и люди могли ходить босиком. Какая должна быть сенсорная дорожка, чтобы все остались довольны? Красивая и чистая. Сенсорная дорожка – это своеобразный тренажер для стоп. Восточные практики предписывают ходить по ней босиком. Камни всех фракций под разными уклонами массируют нужные точки. Это влияет на мозговую деятельность. Это очень полезно. Это действительно пришло с Востока. И мы стараемся здесь внедрять эту практику. Также мы проводим в парке занятия по рисованию, по окружающей среде и по безопасности. Потому что это очень актуально в этом году. Для особенных людей работы на открытом воздухе – полезное занятие. Такая своеобразная летняя практика позволяет им познакомиться с разными видами растений, научиться полось и копать. Плюс это успокаивает, снимает сенсорную нагрузку. Так как дорожка делась в первую очередь для наших детей с ограниченными возможностями, то наша задача за ней ухаживать, приводить в порядок, благоустраивать, украшать. Поэтому мы приходим сюда. Летом на дорожке в парке Степаново будут организованы занятия по лечебной физкультуре и рисованию. Расписание подготовят чуть позже. Присоединиться к клубу «Грани» смогут все желающие. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.